Часто люди думают, ну хорошо, я успокоился, мой ребенок болеет. Смотрите, есть два способа жить, пытайтесь понять. Первый способ обычный, который используют даже насекомые. Зачесалось где-то, чешем. Печень болит, лечим печень. Жена мучает, бьем жену. Соседи ругаются, прессуем соседей. Правительство мучает, злимся на правительство. Это способ, реактивный способ реагировать. Это признак отсутствия разума. Если печень болит, значит, что печень перегружена чем-то, что происходит в организме. Так? Она болит от перегрузки в организме. Надо убрать перегрузку в организме, печень перестанет болеть. Причем тут печень, она не виновата. Жена злится на тебя, значит, ей плохо, ей тяжело. Разберись, что мешает ей жить. Может, ты мешаешь, может, еще кто-то мешает, может, ее своя судьба мешает. Ну пойми, что она нервничает. Разберись с этим. Но чтобы разобраться, с чем она нервничает, надо сначала успокоиться. Потому что когда она нервничает, тебе делает больно. Она тебе делает больно, ты ей больно делаешь. Ты ей больно делаешь, она тебе опять больно делает. И так далее. Потом, когда две собаки гавкают, трудно понять, кто первый начал. Они же выясняют. Я права, ты не права. Они гавкают. Но мы не сможем понять, кто первый начал. Они обе гавкают. И судьбе тоже все равно, кто там начал первый. Некоторые думают, что если я не первый начал гавкать, я не виноват. Виноваты все, кто гавкает. И хоть первый, хоть второй, какая разница. Поэтому не надо гавкать. Нужно успокоиться. Когда судьба бросает вызов, она мучает нас. Нужно от нее отойти сначала. Жена подходит в гневе, смотрит в глаза. Что надо делать? Захотеть в туалет. Даже если не хочешь. Пойти, спрячься там в кабинку, посиди чуть-чуть. Не то, что ты трус. Просто зачем? Когда ты к гневливому человеку, к человеку гневается, в глаза смотришь, ты тоже начнешь гневаться. Гнев передается. А зачем это надо? Потом сдувается человек. Контакта нет с объектом гнева, сдувается. Можно выходить из кабинки в этот момент. Сдулся близкий человек, общайся с ним по-доброму уже. А если он не надо дальше общаться, зачем? Что ты ему докажешь? Человек в психии находится, ему ничего не докажешь. Разум попран. Может у разумного человека разум быть попран, может запросто у любого человека. Время может сломать любого человека, любого абсолютно. И в это время не надо с ним выяснять отношения, бесполезно. Чтобы у тебя хватило силы уйти из этой ситуации. спрятаться, это не бегство, это тактика, ты можешь потом выйти и решить проблемы все. Но самое главное заключается в том, что люди часто не понимают, что есть второй путь. Вот первый путь реактивный, то есть на тебя нападают, ты защищаешься, а есть другой путь. Можно так сделать, чтобы не нападали. Знаете, что можно так настроиться, что никто на тебя не нападет. Просто. Это проактивный путь, это путь победы заранее, победы сердцем. А если даже напали, то этот путь никто не отменял. Я это понял еще, когда был студентом. У меня была такая ситуация, я в Самаре бегал, тоже занимался спортом. Из стадиона иду в спортивном костюме, и подходит парень, такой раз нож мне к животу, говорит, давай деньги. Здесь нож уже торчит. Представляете, так можно размышлять, когда его здесь не торчит. Когда здесь торчит, то что произошло? У меня ноги подкашиваться начали. Тело такое, одеревенело такое. Но у меня был выбор. Если бы я начал хныкать там, ворачивать карманы. То ли это, что нужно было судьбе от меня. Я изучал эту тему. Я остановился, успокоился. Какое-то время, пару секунд нужно было, успокоился. Говорю, а у меня нет с собой денег. Смотрю на него по-доброму. Он говорит, а где деньги? Я говорю, а деньги дома? Он говорит, а сколько? Я говорю, ну на жизнь мне хватает. Он говорит, ну пошли домой тогда к тебе. Я говорю, ну пошли. Он говорит, а что отдашь? Уже идем вместе с ним. Нож держит. Не у живота, а так просто играет с ним. Отдашь? Я говорю, конечно. Он говорит, а почему? Я говорю, а потому что мне жизнь-то дороже, чем деньги. Я же их еще сработаю потом. Он говорит, логично. Идем дальше, идем. Потом он говорит, ну я на самом деле не буду у тебя деньги-то брать. Я тебя просто провожаю. Ты человек хороший. Я тебя провожаю, чтобы никто не пристал. Потому что он вместо денег получил любовь. Этого достаточно. Ну видел, что я к нему ничего, претензий никаких не имею. Мало ли что его заставило так себя вести. Может быть там ему совсем жизнь плохая. Кто его знает. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Ну человеку плохо, вот он так живет. И я по-доброму отнесся. Но у меня внутри было другое. Внутри был страх, парализация вся, психика парализовалась. И я просто действовал, потому что так надо действовать. Я понял, получил знание, как надо действовать. Не потому что мне вот... Мне хотелось заплакать, встать на колени и сказать, дяденька, пусти меня, я хороший. У меня нет денежек, и вы вернуть карманчики. Я не стал так делать. Почему? Потому что это не путь. Когда человек жалость начинает проявлять перед лицом насилие, то насильнику еще больше хочется его изнасиловать, этого человека. Или когда человек злобу перед лицом насилия проявляет, насильнику хочется еще больше его сделать, хуже. Понимаете? Только любовь преодолевает время. Нужно проявить любовь. В этом настоящая сила человека, а не в том, чтобы испугаться или разозлиться. Разозлиться лучше, чем испугаться. Это тоже вариант. Это лучше, чем испугаться. Но лучше победить ситуацию. Победить. Потому что разозлиться – это не победа. Когда ты разозлился, кто-то пострадает в этой ситуации. Обязательно. Или ты, или он уже как судьба распорядится. А если ты любовью побеждаешь, если можешь, бывает так, что не можешь, тогда хорошо, защищайся. Ну, то есть, другими словами, спокойствие в сердце надо достигнуть. Это другой путь. Это путь другой, потому что там после спокойствия идет знание. Ну, допустим, близкий человек тяжело болен. Ваша цель – вылечить его. Нет. Ваша цель – успокоиться. Попытайтесь это понять. Как реагировать на время? Ваш близкий человек тяжело болен. Успокойтесь. Если вы в молитве успокоитесь, следующая стадия – знание. После спокойствия придет понимание, куда его дальше нести. Где лечить? Что делать? Знание придет. Реально вы будете чувствовать, где поможет. Третья стадия – влияние. Вы будете способность иметь ему, помогать этому человеку. Поможете или нет, неизвестно. Может быть, время сильнее вас. Может быть, он погибнет. Но если вы будете влиять, ваше сердце будет спокойно. Вы поймете, что вы сделали все правильно. Но если вы будете метаться, бегать туда-сюда, ему плохо, это не помощь. Он тоже с ума сойдет. Он сам тоже будет метаться. Но для того, чтобы успокоиться, нужны силы. А силы из себя не возьмешь, потому что ты все силы уже отдал этому больному человеку. Когда у матери ребенок заболел, она переживает. Что значит переживает? Почему она переживает? У нее нет силы. Почему она переживает? Вот у кого сейчас из вас болен ребенок? Поднимите руку. А кто из вас не переживает? Поднимите руку. Значит, у вас все будет хорошо. Значит, у вас есть силы победить ситуацию. А кто переживает? Значит, надо помолиться, чтобы не переживать. У вас неправильная ситуация, неправильное поведение. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы, паренек, во солдаты. В красной армии штыки. Чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Неправильное мышление. Надо успокоиться. Маруся от счастья слезы льет, как гусли. Душа ее поет. Кап-кап-кап. Из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Душа ее поет, как гусли. Она сильнее судьбы. Любимый, любимый останется жив у такой Маруси. Сто процентов. А если она не ходил бы, паренек, во солдаты, тогда погибнет. Это проклятие. Вот это вот проклятие. Проклятие означает, что близкие силы, вместо того, чтобы давать, когда тебе трудно, забирают. Хнычут, воют, ноют. Нужно спокойствие. Когда человеку тяжело, все должны спокойно быть учиться. Молитва дает спокойствие. Ни суета, ни напряжение. Молитва. Отвлекись от жизни. Внутри жизни ты не сможешь себя победить. Забудь свои заботы, падение и взлет. Забыть означает наполниться чем-то изнутри и отойти от жизни. Перестать испытывать боль от ее влияния и счастья. Отойти в сторону. Разобраться, что происходит. Попытайся понять, а как ты сможешь понять, как ты сможешь направить себя правильно, только когда ты забываешь о себе и живешь для других. Душа, когда забывает о себе и живет для других, она просыпается. Когда она живет для себя, мечтает, хочет счастья, она спит в это время. Когда начинает что-то делать для других, она просыпается. И в этом пробуждении счастье настоящее. Потому что, когда женщина о всех заботится, всех любит, забыла про себя, она становится красивой. Почему? Потому что энергия любви начинает двигаться в ее сознании. Она не спит просто и мечтает, а двигается. И она красивой становится и выходит замуж, потому что она всех любит. Мужчина, когда не думает, где бы мне устроиться на работу. Я такой несчастный, еще не придумали такой работы, которая бы мне подошла. Он сидит и мечтает. Иди что-то делай. Падай, вставай, вставай и падай. Иди что-то делай. Пускай тебе будет плохо там. Пускай ты будешь там проигрывать. Но ты иди что-то делай. Эти проигрыши, они тебе станут сильным. И ты станешь развитым мужчиной потом. Сможешь быть влиятельным, сильным. То, что мужчина хочет, это приносит ему счастье. Но если человек ничего не делает, то мечта. Мечты, мечты, где ваша сладость. Мечты ушли, осталась гадость. Надо перестать жить в мечте. Так, первая стадия. Мне плохо. Что делать? Что делать в первой стадии? Наполнится. Как ты успокоишься, если тебе плохо? Это вот и психологи современные говорят. Человек приходит, говорит, мне плохо. Он говорит, а ты не обращай внимания. Надо ему иголочку в попу этому психологу уколоть. И говорит, он будет орать. Надо ему сказать, а ты не обращай внимания. Ты расслабься просто. И колоть дальше ему посильнее еще. Понимаете, когда судьба действует, она реальную боль причиняет. Реальную боль. И успокоиться невозможно, мои хорошие. Что делать? Первое, что делать? Наполнится. Где наполнится? Надо понять, где боль. Если тебе больно в теле, если тело страдает, у тебя слабость, плохо, тяжело, не могу ничего делать, наполняться природой надо. Если тебе в психике плохо, никого не хочу видеть, наполняться надо добрыми делами по отношению к людям. Это тебя наполнит. Чтобы счастливым быть в любые дни. Свою любовь мы так беречь должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, что грела всех она своим теплом. Своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. В любые дни. Когда тебе плохо психически, милый разлюбил, там все побросали, иди людям служи. Перестань сидеть одна. Делай что-то для людей. Вон девушки взяли, вам накрутили этих печенюшек сегодня. Целую в эту корзину. Чтоб я вам раздал их просто. Если спросить, зачем они это сделали, какая прибыль, никакой прибыли. Просто так. Помните мультфильм? Я просто хочу передать тебе привет. Ну да не взяли просто привет. Вот накрутили этих. И все. Это дорога добра. она безусловная. То есть там нет никакой корысти совсем. Человек должен просто заботиться от других. Просто любить. Что-то делать. Это непостижимо. Почему люди так делают? Непостижимо. Это приносит счастье. Энергия любви начинает обмениваться. Но если мы начинаем ждать от кого-то. Допустим, я печенюшки сегодня раздал, вы будете думать, а завтра будут печенюшки? Это уже немножко другая система. Некоторые люди делают пожертвования. И те, кто получает пожертвования, в следующий раз думают, так, еще раз пожертвования. Это называется эксплуатация уже. Там нет любви. В эксплуатации нет любви. Поэтому энергия любви всегда испытывает нас. Мы, когда любовь отдаем близким людям, что они делают первое, что они делают? Наглеют. Первое наглеют. Вот попробуй смиренный стать рядом с мужиком, со своим. Он этим смирением начинает наполняться, он такой становится крутой. Ну, что? Понимаешь теперь, кто такой настоящий мужчина? Тебе Олег Геннадьевич что в лекциях говорил? Смирение вырабатывай. Ну, вырабатывай. Так ты не смотри, что ей говорил Олег Геннадьевич в лекциях. Ты смотри, что тебе говорил. А тебе надо принимать женческие капризы. Терпеть их. Говорит, да, моя хорошая, все будет хорошо. Нет! Да, 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 все будет хорошо. Каждого свои работа. Не надо на других смотреть. Итак, дорога добра означает вспять, движение вспять. Несмотря на то, правильно себя ведут вокруг люди, неправильно, нужно действовать так, чтобы Бог был счастлив в сердце. Несмотря ни на что. Это называется дорога добра. Совесть чиста, хорошо в сердце становится. Надо просто реагировать на события жизни. Тюрьма, безработица, психическое заболевание, неизлечимое заболевание, нищета, голод. люди не помогут, природа не поможет. Только Бог поможет. Когда человек встает перед препятствием, которое невозможно преодолеть, не надо уповать ни на что, кроме молитвы. Именно это работает больше всего. Препятствия непреодолимые преодолеваются с помощью душевной силы, взаимоотношений с Богом. Эти препятствия это всего лишь опять же энергия времени. Энергия времени, когда в тело входит, значит нужна природа. Там ключ. Я больной человек, допустим. Значит, тебе не хватает контакта с природой. С какой природой? Ну изучай. Если у меня слабость, я не могу у меня слабость. Значит, тебе не хватает энергии воздуха. Гуляй, бегай, слабость пройдет. У меня наоборот, жар сильный в теле. Хорошо, вода. Жар, вода. Больше с водой не будет жара. Вон река течет. Супер. Находи время хотя бы раз в неделю. Купайся. И зимой, и летом. Не будет жара. Будет спокойствие, радость внутри. Хорошо. Напряжение. Земля. Как с землей лечиться? Главный смысл лекции, это не чтобы вы что-то поняли. Проблема заключается в том, что человеку не хватает силы. Понимаете, есть два способа мыслить. Некоторые люди говорят, ну что-то одно и то же все время. На лекциях меня ругают. Говорят, что-то одно и то же. Жить так, давай что-нибудь следующее. То есть, они хотят жить в уме. Следующее означает, что тебе надо развлекать твой ум, чтобы ты больше всего узнал. А что толку от этого знания, если оно не наполнено? Самое лучшее в лекции это вдохновение. Если самое лучшее, если после вдохновения те, кто сильно напряжены, из вас лягут, прилягут на земельке и полежат чуть-чуть, и наполнятся этой энергией земли с любовью, с верой, не с страхом, что заболеют. Если боишься, что заболеешь, значит, что будет? Заболеешь. Вам не нужны эти знания? Не нужны. Если ты боишься чего-то, опасаешься, так и будет. Вы меня не любите? Не любим. Вы за меня замуж не выйдете? Не выйдем. Вы за меня замуж выйдете? Посмотрим. Уже лучше. Вы меня любите? Полюбим. Ну, то есть я эти песни включаю для того, чтобы вы наполнились силой разума. Сила разума означает, что вы завтра побежите, начнете молиться, будете правильно питаться, потому что нам не хватает сил. Суета захватывает. Что захватывает человека? Страсть означает быстрее-быстрее. Это страсть называется. Человек теряет контакт с природой. Первое, что происходит? Теряется контакт с природой. Потом, что происходит? Теряется контакт с людьми. Потом, что происходит? Теряется контакт с Богом. Контакт с природой потерян. Что происходит? Человек больным становится. Контакт с людьми потерян. Каким человек становится? отшибленным. Олег Геннадьевич, мне что-то все время одиноко. Никто меня не любит, никто не уважает. Поеду на болото, но им все же бонят. Это мультик такой, водяной там. Ну так ты иди сам что-то сделай для кого-то. Никто меня не любит, никто не уважает. Ты сам не двигаешься в этом направлении, поэтому тебя никто не любит. Иди что-нибудь сделай для людей. Надо смело делать добрые дела. Побеждать судьбу с помощью действий, своих поступков. Тогда Бог будет счастлив в сердце и счастье подарит вам. Свете победа. Надо сумрак ночи нашей жизни прогнать. Если вам жить тяжело, плохо жить, нет невыносимой жизни, судьба поставила перед экзаменом, муж в тюрьме сидит надолго, ребенок болен, неизлечимо, я одна, меня бросили, муж живет с другой. это я вам говорю то, что вы мне сказали здесь на лекции. Я ничего не придумываю. Это ваши слова, ваша жизнь. Это значит, что вам света в жизни не хватает. Света. точно так же кухню можно мыть, одну сковородочку помою и все. Помыла одну потом, ну еще чуть-чуть. Ну еще раз, вся кухня чистая через час. А была грязь кошмарная. Я для чего вам это говорю? Для того, чтобы вы поняли, как над судьбой бороться. Муж ушел, все ушел, другой. Чуть-чуть сяду помолиться, чтобы простить. Ну еще чуть-чуть помолюсь, чтобы простить. Потом еще чуть-чуть. Потом раз, спокойно стало. Понимаете, некоторые думают, надо сделать так, чтобы он вернулся. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Неправильное мышление. Вернется, не вернется, это не твое дело. Это Господь решает, с кем ты будешь жить. Ты просто успокой свое сердце, прости, светлую память установи с человеком. Светлую память надо установить. Контакт, связь не разорвешь с человеком. Невозможно разорвать. Я говорю, Олег Геннадьевич, как мне отвязаться от этого мужика? Как мне его из сердца выкинуть? Я говорю, а никак не выкинешь, он уже там навсегда засел. А как я теперь буду жить? Я же все время одна буду? Нет. А почему? А потому что надо чистую память о нем организовать. Надо, чтобы связь между вами, вот эта вот нить, она стала чистой, бескорыстной, светлой. И все. Когда у тебя светлая память о нем появится, то ты птичку отпустишь на волю. Она может лететь, куда хочет. И ты сразу румяная, красивая станешь, все. Готовая к новым отношениям. Пока птичку на волю не отпустила, думаешь, новой семьи не будет. А если ты птичку на волю отпустила, то птичка может и назад прилететь. Она же любит свободу. Ты пока тянешь, она не прилетит. Птичка любит свободу. Нужно, чтобы ей хорошо было на свободе. Когда птичка увидит, что ты хорошая, улыбаешься ей и говоришь, как дела у тебя там? Все нормально? Нормально же не бывает, когда на чужих костях счастье не построишь. Сначала балдеж, конечно, там новые отношения, а потом судьба приходит в гости. А судьба, когда ты бросаешь близкого человека, всегда с косой приходит в гости. В белых одеждах таких с косой, красивая. Ну и там-то хорошая жена улыбается, щечки красные, а вдруг ее кто-нибудь полюбит. в ней же мой ребенок начинает мысли всякие появляться в голове. Пойду навещу, а она пироги напекла, мои любимые. Я вам рассказываю реальные истории. Я ничего не выдумываю, как семьи назад возвращаются люди в семью. как же Олег Геннадьевич спокойно-то? Я же его скотину прибить готово. А вот в этом спокойно означает вот это перелопатить, ведь не зря же бросил-то, наверное, причина какая-то была. Ну да, ну что ж теперь делать? Сразу настроение меняется. То прибить готово, то что ж теперь делать? Надо это все убрать из сердца, чистая светлая память. Прости, это твоя судьба, ты ее прими, ты кого-то бросил, а тебя теперь бросили. Вот так жизнь устроена. Я никого не бросала, ну как же тогда тебя бросили? Не знаю. Разберись с этим. Если ты считаешь, что в жизни есть несправедливость, что здесь тогда жить на этой земле? Нет смысла жизни, если все время тебя будут мучить судьба, несправедливо к тебе относиться. Несправедливости в этой жизни нет. Веды объясняют, этот мир соткан только из одной справедливости. Все, что мы видим вокруг, это только одна справедливость. Здесь нет несправедливости. Если со мной что-то произошло, так положено. Я не знаю, почему. Почему не знаю? Потому что веды говорят, знание о том, почему ты набедокурил, это более высокий уровень развития. Святые люди знают, почему они страдают, и поэтому им еще лучше, еще легче. Но мы не знаем, потому что мы больше наказаны. Больше наказания означает, память отшибает. Сразу возникает вопрос, почему меня память отшибла от того, что я набедокурил. Вот у меня муж алкоголик всю жизнь, неужели я так много пила до этого. Хорошее предположение. Как же теперь узнать у своей судьбы, что это правда. А вот когда ты начнешь прощать этому человеку, ты и узнаешь, что это правда. В момент прощения, когда человек прощает, он начинает чувствовать в это время, на второй стадии, когда он уже почти простил, он начинает чувствовать, что все правильно. Мне именно этот человек положен. это называется состояние, когда человек понимает, что именно этот человек ему положен, называется принятие судьбы. Когда ревизию на складе сделали, поняли, сколько товара, объем работы, принятие судьбы, вот этот человек мне положен, как не прискорбно, как не тяжело. Как только человек говорит, мне этот человек положен, первая стадия побед над судьбой пройдена. Все уже две осталось всего. Что будет дальше, мы не знаем. То ли Бог меня освободит от напасти сам. Я никого бросать не буду, Бог освободит. Как освободит? По-всякому может освободить. Не буду рассказывать всей истории, как освобождает. Может быть очень печальной истории, но Бог сам решает. Или он мужа сделает, это чудо. Муж перестанет пить, хорошим станет, начнет происходит. Я хочу в страну чудес, где течет любви река, отражая облака. Любви река чудеса эти делает. Если у тебя отсюда идет эта любви река, то все возможно. Я знаю случаи, много случаев. Я уверен, что здесь такие случаи. У кого муж полностью бросил пить, благодаря вашей молитве, поднимите рву. Вот смотрите, три человека в зале. Я не правду. Давайте немножко пообщаемся. Я уже много говорил. Нужно теперь нам с вами обсудить это, попытаться понять, что делать, как, чего. Леонид Геннадьевич, меня пугает то, что я не хочу детей. Спасибо за этот вопрос. Не вообще не хочу, а сейчас не хочу. Спасибо вам, очень важный вопрос. Поднимите руки девушек, которые вообще не хотят детей, вообще не хотят, честно. Да, вот детей рожать не хотят, честно. Это значит, что вы истощены. Вот все девушки, молодые особенно, если детей не хотят, вам надо больше с природой движения, у вас истощение внутри. Вы просто не сможете выносить, родить, и у вас страх перед этим. это значит, у вас психическое, физическое истощение. Теперь, если девушка сейчас не хочет детей, сейчас прям не хочет, это значит, что сейчас идет период, у женщин всегда волнами, когда она хочет детей, в это время не важно, хорошая квартира, плохая, есть зарплата или нет, надо, вот сейчас есть человек близкий, муж есть, хочется детей, в это время надо зачинать детей. Потому что если вы это время упустите под влиянием мужа там или обстоятельств, то потом будет период, когда вы не сможете зачать детей, хотя может быть и будет уже возможность такая, ну, как бы внешне, материальная есть, но вы не сможете зачать. Понимаете, у женщин циклами, у нее вот 2-3 года дается на зачатие, потом цикл несколько лет не может она зачать, потом опять дается время на зачатие. Надо это знать, и когда время на зачатие девушки сильно хочется ребенка в это время, это значит, что у ней хороший период идет. Усвоили информацию? А если вообще вот у меня, ну, я не знаю, желания нет, вот как бы внутри, внутри вот отрицание какое-то. Это значит, что вам не хватает энергии, вы, значит, неправильно живете, вам надо больше двигаться, кто говорит, где? Сейчас я посмотрю. Просто понимаете... У вас, послушайте меня внимательно, вы быстро устаете, нет? Нет, я занимаюсь спортом, я двигаюсь, природу очень люблю, как бы. Депрессии нет? Да, нет. Просто эмоционально. Боитесь детей? Да. Замужем? Неофициально, но... как бы отношения хорошие, все, не знаю. Может, вы боитесь таких, таких отношений рожать ребенка? В таких отношениях, когда неофициально не боитесь рожать ребенка? Не знаю. Трудно хотеть ребенка, когда внутри еще сам ребенок, вот какое-то такое состояние. Когда что? Когда внутри сам еще ребенок. Чуть попозже, значит. Бывает, женщина развивается медленно, у нее женские функции развиваются медленнее, чем положено, и она чувствует, что ей рано, она сама еще как ребенок, значит, надо подождать. Восрис-то говорит о другом, что как бы надо, все говорят надо, у меня вот в этом вопросе состоит, что как бы поддаться вот этому... Чуть попозже вам, чуть попозже. Или всему свое время. Через пару лет. Что касается вот семья есть или нет, тоже важный вопрос, чтобы вы знали. Если люди вместе живут год, они не расписаны, допустим, это муж и жена, потому что это Бог решает, а не мы. Мы вместе или нет. Если вы не можете разорваться, вы вместе живете, склеились, это Бог вас склеил, значит, вы уже муж и жена. Если вы себе в этом признаться не хотите, это называется гражданский брак. Если вы признались себе в этом, это называется роспись. А если вы хотите сохранить этот брак, то вы тогда поклянетесь через Бога, перед Богом это называется венчание. Понятна система? То есть это все зависит от развистости людей. Обычно люди, которые живут в страсти или в невежестве. В невежестве люди вообще не могут вместе жить. Они ругаются постоянно, поэтому они встречаются только для секса. Это означает гостевой брак, да? Вот. Когда люди работают постоянно увлечены деятельностью, им трудно строить близкие отношения, они боятся расписываться, потому что они знают, что из этого получится. Они не углубляют отношения, поэтому им приходится жить вместе, не расписываясь. Это называется жизнь страсти. Когда человек начал углубляться в свое сердце, пытаться чистоты и глубины в отношениях, тогда все это приводит к росписи. Если вы живете нерасписанными, ничего страшного, это этап жизни просто и все. Нужно развивать себя как личность и доходить до росписи обязательно, потому что когда человек расписывается, его защищают родственники. Когда человек венчается, его Бог защищает. Понимаете? если один родственник изменил, это страшная ситуация, страшная, но нужно простить. Если просто из-за того, что изменил, вы рушите семью, потом сами же за это пострадаете. Измена это результат инфицирования общества, болезни общества, больное общество. Здесь все позволено в нашем обществе, в нашей культуре. Вот допустим в Индии, если человек изменит, у него все порушится в жизни. Его родственники там выгонят. Ну позор, человек опозоренным станет. А сейчас какой позор? Вообще никакого позора. Что хочу, то и делаю. Даже 40 лет назад в нашей культуре это был позор. А сейчас все поменялось. Нашу культуру отравили неправильные взгляды. Это не наша культура, кстати. В России никогда такого не было. это влияние не нашей культуры, другой культуры на нас. Нас отравили фильмы эти все развратные, отравили нашу культуру. Реально. Это просто, я не знаю, умышленное, неумышленное действие, но культура отравлена. Наше вот это чувство стыда по отношению к этим поступкам, оно утрачено сейчас из-за влияния вот этого неправильной пропаганды. люди получают не те знания просто об отношениях. стыд потерялся. В результате 80% разводов. Если близкий человек изменил, ну как бы это результат влияния культуры. Мужчине очень трудно оторваться от влияния женщины, особенно если она одна. Даже если мужчина женатый, может огромная сила влияния. или девушка допустим поехала куда-то в командировку. Девушка когда не защищена мужем, рядом мужа не находится, она тоже подвержена влиянию очень сильно. Ее закручивает, она сама не замечает как это происходит. Поэтому если уже вы не досмотрели, если отношения ваши не развились, потому что когда люди хотя бы до второй стадии любви доходят, это уважение вторая стадия. Первое принятие. на этой стадии еще возможны измены. Если уважение есть в семье, люди уважать начинают друг друга, уже практически невозможны измены. А верность третья стадия, все уже. Никогда человек не изменяет в этом случае. Он просто отношения с женой у нее настолько сладкие, что как бы никто не может ему свернуть крышу. Поэтому если у вас измена произошла, у вас значит отношения неглубокие в семье были. И в этом вся вина, причина. Ну и развивайте отношения, простите человеку, придет время, и он раскается, и все будет хорошо. Это не значит, что крест на семье произошел. Нет, просто вскрылась ваша тяжелая судьба какая-то. Что греха таить? В основном люди уже в этой жизни сами знают свою вину. Почему так произошло? Уже в этой жизни понятно из-за чего. И все равно мы не можем простить. Да? Добрый день. Олег Геннадьевич, скажите несколько слов об общении с взрослеющими детьми. У меня три сына. Старшему 26, среднему 18, и младшему 17. Он заканчивает 11 класс. У меня как бы и проблемы нет особой, да, вот в отношениях. Но мне бы хотелось услышать ваши соображения, ваше мнение. Витя, какой человек, она и так сама уже знает. И все равно и хочется понять глубже. Вот так человек должен действовать, жить. Вот старший сын находится в другом городе. Он живет в Екатеринбурге. И вот звонит редко. Мальчик погружен в деятельность. Погружен, да. Любой. А вы погружены в него. Мать погружена в ребенка, а ребенок в деятельность. Вот возьмите просто маленького ребенка. Посмотрите, как он себя ведет. Он куда-то бежит всегда от мамы. Когда ему плохо, он назад на время прижался, лучше стал, опять бежит в жизнь. Если ему плохо станет, к вам прибежит. Лучше бы не становилось плохо. Ну значит, что вы от него хотите? он бежит в жизнь. К маме прибегают, когда плохо только. Видите, проблема не в том, что он не звонит, а в том, что вы живете его счастьем. Слишком сильно, вы уже не даете им жить, получается. это не от ребенка, а вас надо говорить. Женщина, когда Богом не живет, молитвы не хватает в жизни, откуда ей брать счастье? От своих детей. Она звонит, ей легче становится, когда она знает, что у ребенка все хорошо. Это неправильное мышление взрослой. Дети когда это неправильное мышление. Нужно переключиться на Бога, дать им полет. Птичка пускай летит, отпустите ее. не тяните на себя. А вот младший у нас стесненные условия жилищные и вот младший отлично. Если стесненные условия, значит хорошие люди вырастают. А если не стесненный опасный человек может вот таким стать. Ну да. Ну вот сейчас вот вопрос младший закончит школу и планируем поступать там в другой город. То есть лучше уехать, разъехаться или как-то оставаться. Зачем разъехаться? Пусть учится, живет дома. Какие проблемы? Что вы боитесь? Что он маменькин сыночком будет? Ну что-то вроде это. это ваша же проблема, не его. Вы себя боитесь получается. Выпинывайте его в институт, построже с ним себя ведите. Мужчине нужна закалка. Выпинули, ему легче стало. А не выпинывайте, ему тяжело. Надо понять, как работает мужской характер. Вот как на мужчину научить плавать? Самый лучший способ. Надо ему показать, вот плавать вот так. Он вам скажет, да, 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 я понял. Это не учеба, это просто первая стадия. А потом его надо раз и бросить в воду. А девочку так нельзя. Ей надо объяснять, показывать, вместе с ней плавать, и тогда она научится. Ее бросать в воду нельзя, она испугается и утонет просто. А мальчика надо объяснить все аккуратненько и бросить. А вот муж какую роль здесь должен? Вот муж этим должен заниматься, вот такая роль. А вы будете успокаивать, когда вытаскиваете из воды, успокаиваете. Спасибо. Давайте насчет детей, это важная тема, подростки. Смотрите, три варианта. Первый вариант редкий. Если вы так себя вели очень аккуратно, спокойно с ребенком в жизни, все ему объясняя, не напрягая его, наказывая его просто отдалением от него, ни насилием, ни злобой, отдалением, даже наказывали физически, если вы спокойно ребенка, то есть вы не нарушили отношения, и его желание слушать вас осталось, тогда в этом переходном возрасте, когда очень сильно энергия половая клобучит человека по башке, ему очень трудно совладать с собой, он становится нервным, в это время вы можете просто словами ему объяснять, что тебе будет легче со временем, не осуждать его за плохие поступки, потому что когда половая энергия мучает человека, его колбасит, ему хочется что-нибудь проколоть, сделать себе что-нибудь такое, ну то есть его колбасит сильно человека в этом возрасте, и так действует половая энергия, в древней культуре просто разделяли в это время мальчиков и девочек, им спокойнее становилось, сейчас наоборот все вместе, поэтому сильно энергия их зацепляет, это и у них вот этот вот они хотят выделиться, то есть девушки худеют, там груди себе наращивают, бедра качаются, там мучают себя мальчики делают из себя крутизну какую-то, как могут, как понимают, что крутизна, если крутизна это штаны с дырками, значит так, если надо все проколоть себе, рот, туши, там нос, значит так, или разрисовать себя чем-то, пожалуйста, ну как-то надо вот показать, что крутой, никак без этого нельзя жить, вот, что делать, если не слышит ребенок, если не слышит, значит разум его не соединился с вами, вы неправильно себя вели, вы ругали слишком сильно, злились, не приняли человека, не приняли его судьбу, и он отталкивается от вас, он вас не слышит, значит тогда дайте ему возможность ошибаться, по-доброму отнеситесь к нему, если он делает не то что-то, спокойно к этому относитесь, спокойно, совершает глупости, объясняйте как лучше, если он спрашивает, а если нет, все нормально, но если он начинает делать большие глупости, тогда просто спокойно отградите его от этого, никуда не пойдешь, дверь закрыли, все, пускай орет, стучится, бьется там головой об стену, а куда не пойдешь, а туда, где наркотики не пойдешь, или туда, где грабеж не пойдешь, вот если он совсем его понесло не туда, куда он тогда, жесткий стиль, но опять добрый сердце. Третий вариант, если ребенок совсем неудержимый, то есть он ну никак не слушается, не подчиняется, то молитесь за него. Я был третьим вариантом, я был неудержимым, если я хотел что-то делать, я это делал. Но слава Богу, что у меня было в нужном направлении движения, я закаливался, в снегу валялся, постился, мать с ума сходила. Представьте, сын не разговаривает неделю, две, три, месяц, два, три, четыре, вообще не разговаривает, молчит. А я концентрируется на третьем глазе, и надо было открыть способность. Я ночью даже концентрировался во сне. Нормально. Все три способа, рабочие, хорошие. Молитва тоже помогает. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова